Приветствую вас, Ирина. Давайте мы с вами разберем вопрос, который вы задаете, и, значит, постараемся найти ответ. Перебивание собеседника в целом является, помимо психологической составляющей, еще и очень этической такой, я бы сказал, проблематикой, наверное, было бы правильно сказать. Что это значит? Что значит проблематика, да? Это, если вот по факту, да, то просто некрасиво, по крайней мере, вот так считается, некрасиво. Перебивать собеседника. Ну, своего, с которым вы общаетесь, потому что это его, в принципе, как бы отвлекает от процесса. От смысла. Вот. И, скорее всего, вам какую-то вот такую прям серьезную погоду не делают. Ну, знаете, вот честно говоря, я думаю, почему-то я думаю, что вы знаете о том, что... что перебивать это не хорошо, о том, что перебивать это не совсем такое вот этичного поведения, вот, почему-то мне кажется, что вы об этом знаете. Ну, ну, раз... раз вы ее... спрашиваете об этом, я думаю, что узнаете, как минимум. Это. А значит, этичное дело не в этичиках, здесь в нормах, а дело здесь в чем-то другом. И еще. И вот в чем в другом дело, он с вами и предстоит выйти. Вполне вероятно, вполне вероятно, что вы испытываете некоторые чувства. И самый позитивный, надо сказать, когда собеседник ваш говорит на какие-то темы определенные. У вас это может вызывать какие-то чувства. В том числе, чувства далеко не самые лучшие. К сожалению. Грубо говоря, вам это может не нравиться. Вас это может раздражать. И... Вот тут... Очень важно... Понимаете? Какие же... Чувства... Вы испытываете... Когда... Хотите перебить... Собеседника. Что это за чувства? Может быть, это страх. Может быть, это... Эм... Какие-то эмоции, ну, другие, другие. Может быть, это... Защита от чего-то. Может быть, это попытка... Подавить партнеров. Но так или иначе... Нужно... Нужно... Вам... С этими разобраться. И... Какое остается... У вас... После этого... Осадок. Какие после этого у вас остаются чувства? Если... К примеру... Вам... Неприятно... Это одно. Если вы чувствуете себя... Раздражённо... Это другое. Если вы... Например... Чувствуете вину... Это... Третье. И так далее. То есть вариантов... Очень много. Эм... Каждое... Чувство! Каждое чувство. Каждое чувство. По... Сути своей. Может привести... Вас... К тому... ... для чего... Вы... вы так поступаете, каждое чувство может привести вас к тому, что вами движет, когда вы, условно говоря, перебиваете своего собеседника. Если вы на эту тему поразмыслите, если вы в этом направлении подумаете, то вам будет, конечно, гораздо легче. Самое главное, что сделать необходимо, это не винить себя за то, что вы чувствуете, не обвинять себя за свои переживания. Даже если вам они кажутся неправильными и так далее, с ними нужно разобраться. И только если вы с ними разберетесь. Только когда и если вы с ними разберете, вот тогда у вас и появится возможность что-либо исправить. А пока, пока нет. Пока что, снова и снова вы будете проживать вот эту историю. Иногда проживать достаточно жутко, в том смысле, что вы будете видеть, вы будете чувствовать, что это происходит, но повлиять ни на что возможности у вас, к сожалению, не будет. Ну, вам может, конечно, показаться, что я вас сейчас как-то пугаю или это вроде того, но на самом деле, конечно же, нет. Моя задача не напугать вас, а моя задача скорее вам помочь. Моя задача скорее показать вам, как бывает. Моя задача продемонстрировать вам, что, в общем-то, ну, как может быть. Надеюсь, что вы, как это мы отнесетесь с пониманием, потому что момент этот вот такой, достаточно важный, я бы сказал. Вот. Это вот, собственно, то, что мне хотелось вам сказать. Больше за большим количеством информации вам желательно обратиться непосредственно к специалистам, вот и поработать уже непосредственно с ним. То есть вы можете выбрать психолога, да, на наш ресурс. Вы можете выбрать специалиста на наш ресурс и поработать с ним характеристики в этом направлении. Поучиться общению, вот, поучиться анализу, ну, анализу и осознаванию, скажем так, своих чувств, которые у вас, безусловно, присутствуют, которые вы, к сожалению, на данный момент, ну, пока что, вы, скорее, игнорируете, к чему, ну, к чему даете в плюс. И, в общем-то, определитесь целями со своим. То есть, грубо говоря, если вы хотите, допустим, перестать перебивать своего собеседника, то важно, на секундочку, а зачем переставать перебивать собеседника? Какая это вы цель, перестать перебивать собеседника? Чего вы хотите в этом добиться? Не добрая на кажущуюся глупость этого вопроса, я надеюсь, что вы все-таки для себя на это ответите. Потому что без цели, на мой взгляд, невозможно что-либо делать. Нельзя построить какой-то вот, ну, какой-то своего рода план того, как вы будете, к примеру, поступать. И еще один не менее важный вопрос, который мне бы хотелось вам задать. То есть, касается следующего, можете ли вы сейчас, на данный момент, не перебивать человека? То есть, если у вас возможность для этого, если у вас возможность для того, чтобы не пробиваться собеседника? Ведь если вы испытываете определенные чувства, то игнорировать их вы не сможете? Игнорировать свои переживания у вас не получится при том желании. А значит, ну и требование, которое вы себе предъявляете, вероятно, является не совсем, мягко говоря, корректным. Хотя это требуется, конечно же, еще разбирать. Потому что, ну, пока это все равно из области предположений. Вот такой ответ я могу вам дать. Совершенно точно я могу сказать, совершенно точно и определенно я могу сказать, что обвинениями, вот, ну, самообвинениями, обвинениями, ну, себя, вы ничего не доберетесь, а слово совсем. Поэтому, то, что вы делаете сейчас, это попросту отнимаете у себя время. А это самое негативное, что вы делаете, вам кажется, вам именно кажется, что вы делаете что-то хорошее. А вам кажется, что вы помогаете себе, но на деле вы, если обвиняете, то на деле вы ничего хорошего к себе не даете. К сожалению. К сожалению. А слово совсем. Вот, примерно, такой ответ я могу вам дать. В этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я хотел бы пожелать вам всего самого доброго. Я хотел бы пожелать вам удачи. Я хотел бы пожелать вам найти своего специалиста, который бы вам подошел и который бы помог вам найти себя. Удачи вам. До самого доброго.